Дополнительное образование занимает важное место в общей системе общего образования детей. Несмотря на то, что оно не является обязательным, трудно представить образование полным, без разного рода дополнительных занятий или секций. Об организации дополнительного образования детей Артёмовского городского округа представителям средств массовой информации, рассказала ведущая специалист управления образования Ирина Автайкина. Сеть муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей под ведомственных управлением образования, включая четыре организации дополнительного образования. Это муниципально-автономное образовательное учреждение дополнительного образования номер 24 детская художественная школа, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Фаворит», муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детская и юношеская спортивная школа номер 25 и Муниципально-автономное образовательное учреждение «Дополнительное образование», Центр образования и профессиональной ориентации. Четыре учреждения дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на территории Артёмовского городского округа, реализуют программы различного направления – от художественного до военно-патриотического. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в данных учреждениях, представлены следующими направленностями – художественное, социально-педагогическое, военно-патриотическое, техническое, физкультурно-спортивное, естественно-научное. Наиболее востребованными являются техническая, художественная, физкультурно-спортивная направленности. По словам специалиста Управления образования, в новом учебном году в учреждениях дополнительного образования открыты новые направления. На базе Центра дополнительного образования «Фаворит» – краеведческая азбука для дошкольников и младших школьников. Программа создает благоприятные возможности для изучения краеведения путем освоения творческих, экскурсионных и исследовательских методов познания окружающей городской среды. Рисование в графических редакторах. Программа направлена на освоение компьютера, его возможности, формирование художественного вкуса, мышления и творческого развития детей путем углубленного изучения графических редакторов. Для обучающихся с 7 до 18 лет. Программы техническое моделирование, офисные приложения Microsoft Office. Удивительный мир. Программа направлена на формирование основ экологической культуры, раскрытие понимания взаимосвязей живых организмов между собой и средой обитания. Программа интерьерная игрушка и программа здоровое поколение. Программа направлена на приобщение детей к исследовательской деятельности, опытничеству, формирование экологической мыслящей личности, способной жить в гармонии с окружающим миром и успешно в нем социализироваться. На базе муниципального автономного образовательного учреждения, дополнительного образования, центра образования и профессиональной ориентации открыты. Следующие программы для дошкольников. Я будущий инженер. Программа направлена на раннюю профориентацию детей технической направленности через изучение начальной электротехники, робототехники, тикоконструирования и основ шахмат. Следующая программа «Три шага в социальный мир» направлена на социализацию дошкольников путем ознакомления с разделами «Комплексная безопасность», «Дошкольник и экономика» и «Английский язык». Первые шаги в профессию. Ранняя профориентация дошкольников по пяти профессиональным областям. Человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система и человек-художественный образ. Программа «Я гений». Развитие у детей познавательного интереса, обеспечение самореализации через игровую, познавательную и исследовательскую деятельность. И пластилинография. Развитие художественного вкуса через работу с пластилином, развитие мелкой моторики и усидчивости. Для младших школьников программы «Юный пекарь», лаборатория мультимедийных технологий, творческая проектная робототехника, лаборатория роботов. Для детей с 13 до 18 лет программы «Студия «Витраж», «Я дизайнер интерьера», «Лидер и карьера», «Маникюрное дело и дизайн ногтей», «Детское телевидение», «Слесарная мастерская», «Моя первая профессия». В данной программе осуществляется обучение первой профессии по направлениям пекарь и автослесарь. Более подробную информацию о реализации дополнительных общеобразовательных программ можно получить непосредственно в самих учреждениях дополнительного образования, их официальных интернет-сайтах, а также на сайте управления образования. Ирина Автайкина также напомнила, что зачисление на дополнительные общеобразовательные программы осуществляется при наличии у ребёнка персонифицированного сертификата дополнительного образования. Зачисление на дополнительные общеобразовательные программы с 1 сентября 2019 года осуществляется при наличии у ребёнка сертификата персонифицированного дополнительного образования, который можно получить самостоятельно на портале 66.пфдо или обратившись в организацию дополнительного образования. При себе необходимо иметь пакет следующих документов. Это свидетельство о рождении ребёнка или паспорт гражданина Российской Федерации. Один из документов, подтверждающих проживание ребёнка на территории Артёмского городского округа. Это документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания. Или же справочка об обучении в общеобразовательной организации, расположенной на территории Артёмского городского округа. И документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя ребёнка. Зачисление детей и подростков на любую из программ дополнительного образования осуществляется родителями самостоятельно на портале 66.пфдо через личный кабинет или путём посещения учреждения дополнительного образования, где помогут заполнить заявление и воспользоваться порталом 66.пфдо.